В школьных коридорах пустынно и непривычно тихо. В классах тоже никого нет. Но это вовсе не означает, что у школьников каникулы все просто. Во всех образовательных учреждениях города карантин. Резкий рост заболеваемости детей в Урае вызвал резонные опасения у взрослых. Поэтому городскими властями было решено провести внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. На нем начальник территориального отделения Роспотребнадзора по Ураю Светлана Пилявская представила информацию о заболеваемости населения в городе. В частности, возрастных групп от 3 до 6 лет и от 7 до 14. Это те контингенты, которых уровень заболеваемости по сравнению с эпидпорогом возрос по сравнению с предыдущей неделей почти в два раза. Это очень серьезный звоночек. Также было заключительно, как бы слово резюме подвели медики. Медики объяснили внятно, если промедлить сведением карантина, то это ни к чему хорошему точно не приведет. Сейчас пошел подъем заболеваний, связанных с вирусной инфекцией. Отмечается вращение родителей и детей с жалобами на повышение температуры тела 39 и 40, которая держится 2-3 дня. Отмечается кашель приступообразный. Инфекция, которая попала, как говорится, наш город, характеризуется тем, что быстро развивается клиника бронхита и рядом пневмония. Болеют в основном дети, своевременно не прошедшие вакцинацию, причем в 5 раз чаще, чем привитые. Кроме того, новая инфекция чревата серьезными осложнениями. В итоге во всех школах города, учреждениях спорта и дополнительного образования занятия детей отменены. Также введен запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, поскольку инфекция передается воздушно-капельным путем. Главное, подчеркивают медики, не тянуть с визитом к врачу. Если появились первые признаки, не надо заниматься самолечением. Обратитесь к врачу, потому что на сегодняшний день жаропонижающую можно, конечно, рекомендовать. Но опять же, все рекомендации с назначения врача, потому что все осложнения может заметить только врач. И вовремя обращения предотвратить как раз осложнение. То есть можно обойтись в амбулаторных условиях лечения в домашних. Несмотря на то, что очные занятия в общеобразовательных учреждениях отменены, учебный процесс все равно продолжается. Он проходит в дистанционной форме. Через электронные дневники школьники получают домашние задания и сохраняют обратную связь с учителями. Правда, педагоги не исключают трудностей с самостоятельным изучением детьми нового учебного материала. Основная масса все-таки этих заданий, она будет на закрепление пройденного материала. Ну и, конечно, потом по выходу с вот этих ограничительных мероприятий обязательно учителя сделают определенный средств. То есть и там, где есть какое-то неусвоение определенных знаний, конечно, детям будет оказана помощь. И будут эти материалы, темы объяснены. Ситуация заболеваемости в детских садах также вызывает опасения у специалистов, пока все дошкольные образовательные учреждения продолжают работать. Правда, уже по особому плану профилактических мероприятий. Особый режим – это минимализировать хождение детей по зал, спортивный зал, зал музыкальный, чтобы дети находились только в группе изолированно и как можно меньше выходили в другие помещения. Сейчас на карантин в детских садах закрыты уже две группы. То есть около 40 малышей не посещают дошкольные образовательные учреждения. Дошкольные образовательные учреждения закрывают группы. Пока при отсутствии детей 20% и более обязаны уже выносить приказ руководителей о приостановлении образовательной деятельности. Инфекция сегодня грозит не только детям. Всем городским организациям рекомендовано усилить противоэпидемический режим. Контролировать мы можем неуправляемую инфекцию, это прививаясь и профилактируя проветривание, ДЭС-режим и осмотр. Своевременное удаление больного ребенка, человека из коллектива. В домашних условиях защититься от инфекции тоже можно и даже нужно. Специалисты рекомендуют ежедневно проводить влажную уборку и проветривание помещений, использовать профилактические лекарственные средства, полоскать горло, чаще мыть руки и не забывать носить защитную маску. Напомним, что введенный в общеобразовательных учреждениях города карантин действует до 14 февраля. В этот же день состоится еще одно заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, где будет принято решение, продлевать его или нет. Ну а пока у большинства школьников появилось куда больше свободного времени и они его используют с удовольствием на различных игровых и спортивных площадках города. Тем более, что погода этому только способствует. Михаил Малеев, Александр Кашкин. Специально для новостей. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова